всем привет сегодня мы вновь будем составлять букет из роз но если вчера мы вам его показывали в миниатюре то сегодня мы соберем более объемный букет и покажем несколько вариантов формы букета из роз начиная от 25 штук и мы пользуемся снова розы венделой причем если вы знаете она в пачке приходит на более коротком стебле и на длинном если у вас букет из большого количества роста мы вам советуем в центр ставить розы на короткой ножки потому что когда вы будете выходить уже за больший диаметр вам потребуются розы на более длинной ноге поэтому мы всегда сортируем розу на короткую длинную ногу и сегодняшний букет нас будет именно голова к голове но соответственно разные формы выкладки это этих роз выкладываем как всегда в спиральной технике при этом я хочу сказать что если у вас роза в центральной части обладает большим количеством листьев то для того чтобы получилось голова к голове иногда надо снимать эту листву потому что когда вы будете выходить уже за больший диаметр то этих листьев будет настолько много что они не дадут возможность смыкаться вашим розам то это очень важно но винделы видите нет такой густой листвы поэтому можно оставить ее такую как есть это не всегда эстетично смотрится потому что листья внутри начинают забиваться и ломаться то есть некоторые могут быть уже повреждены при сборке при момент когда они плотно складываются поэтому действительно иногда листву стоит прорядить немножечко особенно у центральных роз и конечно же собираете ваши цветы исключительно на весу пожалуйста не нужно собирать букеты на столе вот так вот каждый раз обстукивая ваши бутоны обстолк на цветочки вы ставите снова и смотрите чтобы все цветочки у вас были из круга ну и собираем и как всегда спиральной техники и вот посмотрите как красиво роза именно с широким бутоном ложится друг другу да то есть не берите розов такие букеты у которой бутона вытянуты и который сужается кверху то есть таким бокальчиком уйдет не всегда это будет красиво смотреться потому что чтобы получить эту идеальную поверхность шарика лучше выбирать широкий бутон очень помню раньше была популярна роза красная red наоми вот она идеально складывалась в шарик из роз red наоми белая роза пеновидные розы естественно очень красиво складываются мы именно поэтому взяли вам бенделу потому что она тоже очень красиво выкладывается нету пустот и если ваша роза если у вас заказан например букет невесты только из роз то пожалуйста на букет невесты никогда не берете розу с высоким бутоном потому что тогда у вас будут всегда пустоты между этими розами потому как спираль вы должны будете взять гораздо выше для свадебного букета и тогда они никогда у вас не лягут без пустот вот это тоже очень важный момент сейчас сейчас у нас обычно я хочу выложить по прямой вот первый возможный вариант букета из роз когда вы выкладываете розы исключительно по прямой то есть это в одной плоскости да вот не закругляем то есть один из вариантов это в одной плоскости и тогда букет этот будет казаться по диаметру больше потому что вы же понимаете если вы начнете заводить ваши цветочки диаметр будет немножечко меньше но форма будет соответственно другой вот видите я не убрала посмотрите да и вот мне уже зелень немножечко мешает вот представить да вот мне уже хочется какие-то листья непосредственно убрать вот допустим вот эти который очень сильно топорщится это то о чем я вам говорила о том конечно же если вы сомкнете все это в упаковке понятно что все это будет уже выглядеть по-другому то есть если у вас большой букет из роз то вы оставляете буквально оставляйте зелень на последних двух-трех рядах да и тогда этого будет вполне достаточно и конечно же смотрите через зеркало смотрите форму чтобы был кружок да вот у меня к сожалению зеркало ну вот вы так и в руке сможете поправлять соответственно поправляете вашу розу не бойтесь но пожалуйста никогда это не делаете вот так вот только с любым цветком работаете через стебель выше ниже вы берете здесь здесь где угодно но пожалуйста только не трогайте цветок место спирали потому что я знала что мы будем складывать из 25-30 то соответственно вот где-то она будет вот здесь потому что если я возьму повыше вот уже вот начнется вот перенапряжение соответственно в бутонах третье мы продолжаем подкладывать розы чтобы у нас получилась форма круга если вот вы посмотрите да вот я перехватила вот здесь у нас еще цветов не хватает если вы видите да у нас идеального круга пока не получилось то есть нам нужно доложить вот 34 розы подкладываем старайтесь конечно тоже я понимаю что очень сложно делать выборку роз но все-таки чтобы у них были более или менее прямые степли тогда вам будет проще выкладывать этот идеальный круг мы выложили ваш букет посмотрите форму у нас практически почти плоская и вы обязательно на ваш букет еще и на ваши розы должны посмотреть вот в этой плоскости вот таким образом у нас в итоге получилось здесь 27 розочек нам понадобилось но вообще всегда у нас есть такая проблема что нам хочется цветов букет все больше и больше и рост тоже постоянно хочется представлять все больше и больше не знаю есть ли у вас точно так же что когда вы составляете букет вам не хватает роз вот скажи пожалуйста как стать и правильно рассчитать чтобы роз хватило на круг чтобы не было такого что попросили из 25 составить окажется что все дырка дырка еще ну в принципе да возможно варианты прошли вас просят какое-то конкретное количество цветов то это не обязательно что вы выложите вот такой сплошной круг может быть где-то и быть и небольшое пространство между розами просто тогда постарайтесь соблюдать это пространство как бы практически идеально по внешнему диаметру все равно поправляет да да совершенно чтобы у вас не было так что здесь очень большое допустим пространство а здесь у вас цветы стоят очень плотно то есть попытайтесь и уже последний круг распределить хотя бы правильно по нижнему диаметру в принципе все равно начинаем из серединки и дальше когда совершенно верно вставляем и плюс опять таки хочу сказать что за счет широкого бутона до розы все равно она занимает большее пространство и позволяет вам проще сложить такой букет чем если бы у вас роза была вытянута между которой и так уже будут заведомо пустоты а как еще можно сложить такой букет по форме такой букет можно сложить по форме предположим опустив нижний ряд да мы можем вот опуская нижний ряд делать так чтобы центральная часть была повыше а потом уже каждый следующий ряд будет соответственно у вас ниже и тогда у вас получится можно сделать крутой разворот если у вас большое количество цветов если все-таки небольшое количество цветов то лучше выкладывать либо по плоскости либо с небольшим наклоном да для того чтобы не было сразу вот такого резкого перепада как в русской горке сейчас немножечко ослабили наш анкор в точке сборки и хотим вам показать как можно закруглить и чуть опустить опустив нижний край букета да то есть мы оставляем центральную часть до предположим да и вот так вот чуть-чуть начинаем опускать наши цветочки до для того чтобы вам было понятно что можно создать уже чуть-чуть другую форму мне кажется что более круглая форма именно с опущенным краем смотрится более романтично мне не очень нравится по прямой такие заостренные как-то шарик из роз это ну шарик из роз это более классический вариант поэтому конечно опять все делает исключительно через стебель соответственно должны ослабить таким образом чтобы не поранить стебель вашего цветка чтобы приборчик вырисовывается чуть-чуть опускаете очень осторожный до для того чтобы не сновать северек потихонечку опускаете ваши розочки главное что не трогаете центр именно край закругляй да вы как бы закругляете и уже получается совсем другую форму это конечно еще ни разу не букет невесты ну нет конечно будет невесты предполагает породки и стебель то есть вы должны были уже другое место спирали да и другое место сборки вот посмотрите мы изменили несколько форм у нашего букета придав ему более овальную форму за счет того что мы опустили два крайних ряда да и сейчас мы этот букет покоем и покажем как он будет выглядеть в упаковке а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok